Июнь 2024 года закончился. Пора подвести его печальные итоги. В этом видео я расскажу вам об известных людях, которые ушли из жизни в июне 2024 года. 1 июня из жизни ушел французский актер Филипп Леруа. Этот актер сыграл в кино более 80 ролей. К примеру, Филипп Леруа снялся в лентах «Дыра», «Хороший Рим», «Жильд Леонардо да Винчи», «Безжалостная рука закона» и во многих других. Актеру было 93 года. 1 июня этот мир покинул советский и российский ученый-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики, член-корреспондент РАН Артур Челенгаров. Причиной его смерти стала тяжелая продолжительная болезнь. Артуру Челенгарову было 84 года. 2 июня из жизни ушла советская и российская актриса театра и кино Инна Алабина. В 1966 году она начала играть на сцене театра имени Вахтангова. Инна Алабина служила в нем до конца дней. На экранах Инну Алабину можно было увидеть не так часто. Она сыграла роли в фильмах «Треугольник», «Няня и гусары», «Папины дочки», «Третье поколение» и «Требуется няня». Актрисе было 84 года. 2 июня умерла американская актриса Дженнис Пейдж. Актрису знают по роли Минкс Локридж из телесериала «Санта-Барбара», а также по фильмам «Главный госпиталь», «Ангела Чарли», «По ту сторону закона» и «По другим». Актрисе был 101 год. Советская и российская актриса театра и кино Агния Елькоева умерла 2 июня. В 1955 году она появилась на экранах, сыграв в фильме «Овод». Также актриса исполнила роли в картинах «На дальних берегах», «Вдали от родины», «Ищу человека», «Фонтан» и «В других». Агнии Елькоевой было 94 года. Английский актер Уильям Рассел покинул этот мир 3 июня. Впервые он получил широкую известность благодаря главной роли в сериале «Приключения Сэра Ланселота». Также большому числу людей он известен по роли Ээна Честертона из телесериала «Доктор Кто». Актеру было 99 лет. 4 июня не стала советской, белорусской и таджикской киноактрисой Маргариты Косымовой. В качестве актрисы она появилась в фильмах «Нужный человек», «Взлетная полоса» и в других. Маргарите Косымовой было 86 лет. 6 июня погибла российская театральная актриса Анастасия Голикова. Причиной ее смерти стал несчастный случай. С 2016 года, сразу после окончания театрального училища, Анастасия Голикова начала сотрудничать с московскими театрами. Два года она играла на сцене театра имени Вахтангова, а также выходила на сцену театра «Наций», мастерской Петра Фоменко и других. Также она преподавала актерское мастерство и работала моделью. Анастасии Голиковой было 28 лет. 10 июня этот мир покинул советский и российский актер театра и кино Николай Испалатов. Николая Испалатова можно увидеть в фильмах «Вот моя деревня», «Жена керосинщика», «Псы», «Улицы разбитых фонарей» и в других. Всего в фильмографии актера более 30 работ. Николаю Испалатову было 73 года. Французская певица, актриса, модель и астролог Франсуаза Орди завершила свой земной путь 11 июня. Причиной ее смерти стал рак гортани. Франсуаза Орди известна в качестве актрисы по фильмам «Замок в Швеции», «Мужское женское», «Голуби» и по другим. В 1963 году Франсуаза Орди представила «Монако» на Евровидении и заняла пятое место. Актриса и певица прожила в этом мире 80 лет. 11 июня из жизни ушла российская актриса театра и кино Галла Самойлова. Причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь. Актриса появилась в фильмах «Слово женщине», «Сердце ангела», «Анна медиум» и в других. Галла Самойлова прожила в этом мире 45 лет. Латвийский актер Янис Кубелес покинул этот мир 16 июня. Зрителям он знаком по ролям в таких фильмах, как «Сын рыбака», «Твое счастье», «Меч и роза» и в других. Янис Кубелес прожил в этом мире 100 лет. 17 июня умер советский и российский актер Валерий Федоренко. Актер снялся в фильмах «Оперативный псевдоним», «Артисты», «Сармат» и в других. Валерию Федоренко был 61 год. 18 июня этот мир покинула французская киноактриса Анук Эме. Многим она известна по фильмам «Монпарнас 19», «Сладкая жизнь», «Восемь с половиной», «Мужчина и женщина» и по другим. Анук Эме было 92 года. 18 июня умерла Эмма Абайдулина, водова советского и российского кинорежиссера Ильдара Рязанова, бывший художественный руководитель киноклуба «Ильдар». Эмме Абайдулиной было 83 года. Советский и российский модельер Егор Зайцев ушел из жизни 19 июня. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание. Егор Зайцев пережил своего отца Вячеслава Зайцева чуть больше, чем на год. С 1983 года он работал в Доме моды своего отца, а в 2019 году стал генеральным директором Дома моды. Егору Зайцеву было 64 года. 20 июня этот мир покинул канадский актер театра кино и телевидения, кинопродюсер Дональд Сазерленд. Причиной его смерти стала продолжительная болезнь. Дональд Сазерленд получил признание благодаря роли в фильме «Военно-полевой госпиталь». Также многим зрителям актер известен по ролям в фильмах «Казанова Феллини», «Доказательство невиновности», «Гражданин Икс», «Большое ограбление», «Голодные игры» и во многих других. Актеру было 88 лет. Российский актер театра и кино Олег Огий умер 21 июня. Причиной его смерти стала продолжительная болезнь. Зрителям актер знаком по роли криминального бизнесмена Моцарта из сериала «Ментовские войны». А также по телесериалам «Черный ворон», «Литейный» и по другим. Олег Огий прожил в этом мире 67 лет. 24 июня не стало американского музыканта Сета Бинзера. Он был наиболее известен как фронтмен группы «Крэйзи Таун». Причиной смерти музыканта стала передозировка. Сету Бинзеру было 49 лет. 25 июня умер американский актер Билл Коббс. Он сыграл много знаковых ролей в кино. В его избранную фильмографию включены ленты «Птица», «Январский человек», «Скорая помощь», «Клан Сопрано» и многие другие. Билл Коббс умер через 9 дней после своего 90-го дня рождения. 29 июня не стало советского, российского и американского гитариста Сергея Дюжикова. Причиной его смерти стала продолжительная болезнь. Сергей Дюжиков был известен как участник коллективов «Скифы», «Цветы» и «Голубые гитары». Музыканту было 75 лет.